Власть Алматы планирует полностью обновить троллейбусный парк города. Запланирован запуск четырех новых маршрутов и реконструкция изношенных сетей. В этом году заменят пять километров проводов по улице Тимирязева. Вместе с тем в Алмалинском районе разработан механизм сноса ветхого жилья. Об этом Бахаджан Сагентаев рассказал на встрече с жителями. О перспективах и возможностях района в материале Алтеншаш Смогуловой. Разговор с жителями района Аким начал с планов о поэтапном развитии Алматы. В первую очередь возьмутся за общественный транспорт. По словам Акима число автобусов увеличит до двух тысяч. Это позволит сократить время ожидания на остановках. Продолжится строительство станций метро Достык и Сарарка. По запросу горожан улучшат троллейбусы, а точнее реконструируют изношенные сети. Сейчас начинаем работу на Тимирязево. Пять километров в этом году обновим все троллейбусные сети. На следующий год по всему городу поставим дополнительные подстанции, потому что будем увеличивать количество троллейбусов. Откроем новые четыре маршрута троллейбусных. Алматы постепенно избавят от ветхого жилья за счет инвесторов. Механизм следующий, поясняя таким. На время стройки жителям старых многоэтажек предоставят квартиры. Потом они заселятся уже в новостройку. Оставшиеся квадраты продадут, в том числе по госпрограмме для очередников. Этот вопрос сейчас прорабатывается. Сейчас приняли программу ветхое жилье. Если все эти дома, около тысячи их, занимает площадь всех этих квартир сегодня 300 тысяч квадратных метров, на их месте можно построить миллион 300 тысяч. То есть плюс миллион квадратов появится там. Вечно волнующая алматинцев тема – городская инфраструктура, которая зачастую не рассчитана для людей с особыми потребностями. У нас в городе очень мало возможностей для инвалидов-колясочников. Я столкнулась с такой проблемой, когда мне необходимо было маму везти в поликлинику. Коляска запнулась на тротуаре за камень, перевернулась, поднять было некому. Хорошо мимо шли люди, помогли, все. И зачастую тротуары не оборудованы ни пандусами для колясочников, ни специальными какими-то поручнями, чтобы каждый мог сам подняться, проехать и так далее. Вопрос Аким взял на заметку. Еще одно пожелание горожан – дальнейшее развитие пешеходных зон. Волнуют жители и стихийные парковки, которые автовладельцы устраивают прямо во дворах. В квартале всего несколько жилых домов, остальное – бизнес-центры. И на эту улицу приезжают постоянно автомобили. Паркуются так плотно, что люди даже не могут пройти мимо. То есть прошу вас как-то обратить внимание на именно качество пешеходной среды. У нас в районе совершенно во многих местах нет нормальных, безопасных пешеходных переходов. Качество пешеходных проходов и тротуаров оставляет желать лучшего. И организация парковок. То есть автомобили захватили очень много пространства. Мы живем в районе Никольского рынка. И у нас вообще улицу Байтурсунова облагородили. Все сделали, все прекрасно. Но нет ни единой парковки. И все машины заезжают к нам во двор. Хотя парковка, вот, долгострой, строится уже несколько лет на Джамбула Адишарипова. Вопросы КСК и безопасности не меньше беспокоят жителей. Люди просят усилить работу полиции и установить дополнительные пункты. У меня такая просьба от наших жителей. У нас улица Дусинова и Тургуту-Залы 57. Спасибо Алмалинскому району сделали шикарное благоустройство. Красиво, скобейки. Но мы на них сидеть не можем. У нас там распивочная зона, лежачая зона. Житья нет, полицейских нет. Просим нас включить в нашу улицу. Безопасность алматинцев, говорит Бахаджан Сагентаев, возьмут под особый контроль. В криминогенных зонах уже появляются передвижные пункты полиции. Усилено и патрулирование. Причем полицейские знают тех, кто сдает квартиры, кто состоит на учете или же находится в розыске. Прозвучали в ходе встречи обращения по коммунальным тарифам и счетчикам на холодную воду. Их замена, по словам пенсионеров, сильно бьет по карману. Новый счетчик на рынке стоит, сам счетчик, 3500 тенге. Две гайки открутить и закрутить, поменять их, стоит 3000. Но этого я не имею права делать. Я его за три минуты сделаю, но меня лишили права. Дали лицензии частным лицам, которые имеют право менять. И они с меня сдирают 3000 тенге. Для пенсионера 3000 тенге – это три дня существования. Прозвучала очень важная просьба. Городу необходим реабилитационный инсультный центр. У меня сейчас муж в тяжелом положении, лежит в больнице. Тяжелобольной, он без движения получил. Это 19 июня инсульт. В Алматы нигде нет для таких тяжелобольных реабилитационных центров. Этот вопрос, по словам Акима, изучается. В Алматы в скором времени построят современный многофункциональный медицинский комплекс. В целом, все волнующие жители Алмалинского района обращения взяты на контроль и будут решаться. Подытоживая встречу, Бахаджан Сагентаев поблагодарил горожан за понимание и терпение, напомнив, что такие встречи будут носить системный характер. Алтыншаш Смогулова, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы.